МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуе Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. 2018-й объявленный год Малой Радзимы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на урожистой церемонии уручения державных узнагород лепшим работникам аграрной галины. Угод Малой Радзимы, особливая увага по отрымцам мясовых инициатив и створению умов для поляпшения якости житя насельства. На выниковой коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Гомельского обл. выконкама побывали наши корреспонденты. Гомель, заховая статус зеленого города, специалисты огучили планы по озеленению областного центра. А зараз об этом и иншим больше подробязно. В 2018 году Беларуси объявлены годом Малой Радзимы. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на урожистой церемонии уручения державных узнагород лепшим работникам аграрной галины республики, передае Белта. Президент подкреслил, что настал час кожному не только вспомнить об своих коронях, об месте, где осталась частинка души, а ли отдать до уха этому ковалочку земли. Александр Лукашенко отзначил. Беларусь – прыгожая и доброупорядкованная краина с чистыми утульными городами, догледженными сельгасугодзями, богатой природой. Держава шмат зарабила в этом направлении и не спынится на досягнутом. А лишь немамя жить досконалость и зауседы знайдится, где применить властные силы. Беларусь – наш огульный дом и в наших интересах зарабить его утульным и узорным. Церемония уручения державных узнагарод мог чимось отзначить заслуги тех, кто працует на земле и в целом усяго агропромислового комплекса. Сярод узнагародженных есть и наши земляки. У приватности за шматгадовую пленную працу, профессионализм, досягнение высоких вытворших показчиков, орден Айчины третьей ступени, урученный директору КСУП Брилёва Гомельского района Аркадзю Кобрусеву. Подзякой президента и подарочными сертификатами отзначены заслуги коллективов сельгазпортприемств. У их лику Совгазкомбинат Зара Мазирского района. Геннадий Давыдько назначенный членом Совета Республики Национального Схода Беларуси 6-го скликания. Отповедный указ опубликованный на национальном правовом интернет-портале. Напомним ранее, Геннадий Давыдько был обраны старшиней Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Передвыборная агитация на выборах депутатов Мясцовых Советов 28-го скликания модернизовалась у пораунанни с кампанией 2014 года. Об этом поведомила старшиня Центр выборкама Лидия Ярмошина. У безальтернативных округах об активной агитации говорить складано. Але, наприклад, у Минску, где конкуренция высокая и кандидаты створяют выборчие фонды за свои гроши заказывают рекламную продукцию, ситуация складывается инакше. Кандидаты становятся больше активными, отзначила Лидия Ярмошина. И она так само звернула увагу на довольно великую колькость пикетов, что дотышится скаргал, то и они от удельников передвыборной гонки поступают, але практически усе после разгляду признаются необґрунтованными, сказала керавник ЦВК. Сегодня у Гомеля продемонстровали реализованные проекты в социально-культурной сфере и назвали приоритетные на керунке идеологичной работы на 2018-е. Угод малой родимы, особливая увага, будет звернута на подрымку мясцовых инициатив и створение умов для поляпшения якости життя насильства. На выниковой коллегии Головного управления идеологичной работы культуры по справах молодежи Гомельского обл. ВКонкама побывали наши корреспонденты. Идеологичная работа мая на увазе целый широк на керунков, идейность установки культуры займаю гэтым пералику далека неопошняя месца. Причим, размова идея не только об реализации державных социальных стандартов по обслугованию насильства. В опошний час на Гомельщине шмат уваги надается захованию развитию гисторико-культурной спадшины. Музей хлеба у Чачерским районе, Центр ткацтва у Будо-Кошелевским, Эко-музей гаючих трав у Рогачевским. Это только невеликий пералик установ, який открытый в регионе. Причим, некоторые из них набыли агульно-республиканскую вядомость. Октябрьский районный центр Рамёвства в этом году отрымал специальную премию президента Республики Беларусь за захование и развитие ткацких традиций и активную выставочную деятельность. У нас в 12 мастерских дома-ремесел занимается более 100 детей. Хочу сказать, что из 11 работников дома-ремесел 5 работают в агрогородках, в учреждениях культуры агрогородков. И там также дети занимаются. Яшадин на керунок, який постоянно знаходится у полю зроку идеологов, музейная деятельность. Тут так само есть установы, якими Гомельщина можа генериться. Жлобинский историкок, разнавчий музей, занесены на дожку гонору Гомельской области, а Гомельский державный цирк на республиканскую. У Гомеля открытый мобильный планетарый и створенный первый в Украине музей «Друку». Гомельский палацово-парковый ансамбль увайшел у пятерку самых наведуемых туристами мессо в Беларуси. Дальше каплица палаца уключена у спис объектов историкокультурной спадшины, реставрация, яких ведется под эгидой Министерства культуры. На данном этапе ведется разработка проектной смертной документации и формирование утверждения бюджетной части. Я думаю, что ресурсов, которые будут выделяться, нам хватит на завершение работ по часовне-усыпальнице и для мощного начала работы по-хальчу. Непосредственно подчас поседжения размова як о поспехах, так и недопрацовках. Недостатково выкаристовывается махчимасти громадских организаций. Доволе низкая эффективность работы информационно-пропагандистских групп, в некоторых районах яны могут постоянно наведывать одни и тыж предприемствы, але практически никори не сустракаются с такими категориями, як пенсионеры и предпринимальники. Ибо да и самое главное – сегодня необходимо вучиться самим и вучить інших зараблять. Инак ж сказать, об реальном повышении добробыту будет складана. На сегодняшний день самая главная задача – это наращивание экономического потенциала. Каждое учреждение культуры должно нести не только великолепную творческую составляющую, но и научиться зарабатывать деньги, потому что это не только уровень заработной платы работников сферы, а это укрепление материально-технической базы. Главная задача сегодня – завершить важную политическую кампанию, выборы в местные советы депутатов. И сегодня каждый человек должен понимать, что от его голоса зависит будущее его региона. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Выники работы в минулом году сегодня подвели так само у региональном управлении оховы здоровья. Коллегия проходила на базе Республиканского навыково-практичного центра радиоцины, медицины и экологии человека. Сустреча распочалась с урочистого узнагороджения. За шматгодовую працу и высокий профессионализм медицинские работники Гомельской области отримали нагрудные знаки. Их уручил наместник министра оховы здоровья Игорь Ласицкий. Затым отделники коллегии перейшли до обмеркования летошних выников. Злику покажиков, які удалось выконать, бадай самый головный, захование становчей тенденции знижения узровня смиротности. По этому покажику Гомельская область займает третье место после Минска и Бресчины. Так само в 2017 году началось поляпшение кадровой ситуации. До працы приступили больше, чем 400 молодых специалистов. Для 76% взых у районных медустановок. Зараз основная увага Будина Кирована на профилактичную працу с процедольным насельницем, поляпшение организации деятельности на прамку дятинства и рододопомоги, а так само у развития специализованных и высокотехнологичных видов меддопомоги. На мой взгляд, на сегодняшний день есть объективная необходимость оптимизировать коечный фонд, штатное расписание, сеть. Несмотря на созданную сеть и организации, организационные структуры, необходимо оптимизировать и наладить системность в работе по детству и родоспоможению и, конечно, развивать специализированные и высокотехнологичные виды медицинской помощи. Поскольку на сегодняшний день наши ведущие республиканские научно-практические центры этими технологиями обладают и их нужно адаптировать на гомельской земле, дабы мы сохранили те позиции, которые имели последние годы. Гомель повинен застаться зеленым городом. Такая концепция закладена у проекте по озеленению областного центра, ки зараз распроцовывается угар выконками. Только в минулом годе было высаджено около 6 тысяч древ. Все лета эта работа протягнется. Об этом ишла размова подчас пресс-конференцию, которую сегодня провели представники областного управления МНС и областного комитета природных ресурсов. Зеленой темой подсекавился Олег Сенцеров. Личбы, которые обучаются в областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного сиродия. В минулом годе у населенных пунктов Гомельской области было посаджено на мать 15 тысяч древ. Сегодня эта колькость зеленых насаджений увеличится ясно на 19 тысяч. При этом перевага дается видам, які наибольш устойливают до городских умов. По этой причине до речи Огомель отмовились от тополев и каштанов. Обрачатаго разглядается мягчимость посадки древ у взрослых, яких складаю уже в некаких годах. Такие технологии истнуют, але для Гомельской в области они станут ноу-хау. Такие методики они есть. Они есть. применяются и в Российской Федерации. Чтобы подготовить дерево такого крупного калибра, чтобы посадить, это тоже не один год надо вырастить. Конечно, более зрелые деревья они лучше и принимаются и активнее оказывают свое природоохранное влияние. Одночасово с посадкой новых древ экологи ожидают контроль за оковой уже иснующих рослин. За их незаконную высечку предупреждены штрафы по мере до 5 базовых величин. Плюс компенсация шкоды нанесенной новокольному сярудию. Что 300 древ аварийных, то тут позиция однозначная. Их необходимо убирать. Зеленое насаджение любить можно и необходимо но только до того часа, как они начнутся уявлять реальную погрозу для здоровья и жизни людей. В областном управлении Министерства по надзвучайных ситуациях о вогле закликаюсь «Бож уважливо ставиться до озеленения дворовых территорий». У некоторых выпадках машины вратовальников не могли трапить на место сдарения не только по причине великой колькисти приватных автомобилей или на явности высоких древ для домов. Хоть что тыжится авто владельников для них так само есть конкретная пропонова. «Когда идет большое насаждение деревьев вдоль девятиэтажного дома, пятиэтажного, что в случае пожара мы даже не можем автолестницу подать из-за деревьев. Где-то кроны подрезали, где-то деревья через одно подрезали. То есть эта работа была заранее проведена. Но на данный момент граждане пострадали из-за падения деревьев в дворовых территориях. Если бы его автомобиль стоял на стоянке, понятно, этого бы не произошло». И у притяг тема озеленения подчас «Тыдня лесу», який традиционно проводится в весну, селета на Гомельщине плануется посадить коля 11 тысяч древ. Перекрана столич саджанцев было высажено и в минулом годе. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 10 лютых звороты граждан будет примать наместник старшини Гомельска Габул Выконкама Владимир Александрович Прывалов. Нумер телефона 33 12 37. У Гомельска Гар Выконкама правую линию проведет первый наместник старшини Александр Иванович Сиваков. Звертаться треба по номеру 33 09 59. Прамые линии будут працовать с 9 до 12 годин. Органы по праце занятости социальной обороне пропонуют пройти прав подрыхтовку пера подрыхтовку и научальные курсы женщинам которые находятся в декретном отпочинке. При этом специалисты означают что говорка идти про тех кто не працавал до декрета у кого працованная книжка на руках. Уперед догляд за дитем они признаются занятыми тому не могут быть зарегистрованы беспрацованными. Ранее этот факт позбавлял женщин макшимости пройти навучанье за кошт сротков фонду социальной обороны насильства. Зараз это махшима. Зацикавленными проведут гутарку, проконсультуют и пропонуют разные варианты. Специалистов по блокчейну и криптовалютах будут рихтовать в ГДУ Мяфранциско Скарины. Там открывается новая специальность экономичная информатика. Курс навучанье различен на 4 годы. В университете у приватности у выпускниках так само выказали каля 30 ведущих организаций на рынку IT. Горинский городский центр социального обслугования семьи и дятей обвестил доброчинную акцию по сбору теплых речев под назвой «Зимовать теплей разом». До 28 лютого все ожидающие могут принести обуток, шапки, шалики, рукавицы и иншую теплую зимовую вопротку. Речи принимаются в будние дни с 9 в телефоне 357588. Гигантский блин выпекут у Светлогорску. Завтра у райцентры пройдут масленичное гуляние. Свято означать на Набережной площади. Масленица открыется парадом лялек Баба-фест. Городжане с самостоянно выработанными масленичными пуделами пройдут от местового центра культуры до Набережной. Галунной подеей дня станет выпекание вялизного блина диаметром больше за свято. Будут организованы так само веселые масленичные конкурсы, забавы и споборницы. Завершится свято концертом творческих коллективов и танцевальной программой. Завтра в православном свете означается Сусветная Батьковская суббота. Это передопошняя суббота перед Великим постом. В этот день поминают всех померлых православных христиан и молятся об супокое их душ. С Сусветное поминание пройдя после Босской Литургии. В храмах Гомеля початок на баженство в 8 годин. Эта иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее в эфиры де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Добрых вам новинов. Заставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Квартирные аферисты на протяжении 5 лет орудовали на территории Гомельской области. Им удалось совершить не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью. На след мошенника вышли сотрудники 8 управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь. По версии следствия гомельчанин 1973 года рождения создал и возглавил группировку аферистов. В нее в разное еще двое мужчин и две женщины. С 2010 по 2015 мошенники находили квартиры, владельцы которых давно в них не проживали, либо умерли и не имеют наследников. Также в число обманутых вошли неработающие любители выпить, имеющие задолженность по оплате услуг ЖКХ. Злоумышленники, используя поддельные документы, заключали разного рода сделки. В результате становились фиктивными владельцами чужого имущества. Дальше следовало продажа квартиры и разделение полученной суммы между аферистами. Расследование отдельных эпизодов преступной деятельности, связанной с подделкой документов Российской Федерации, осуществлялось во взаимодействии с российскими правоохранителями. Существенный вклад в установлении подлинности документов по купле и продаже недвижимости внесли сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Всего в ходе следствия было установлено не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных в городе Гомель, а также на территории Гомельского, Будокошелевского и Ветковского районов. Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил 400 тысяч рублей. На момент окончания следствия ущерб возмещен практически полностью. 290 килограммов на свае нашли сотрудники оперподразделения органов погранслужбы в одном из гаражей города Мозыря. Крупная партия некурительного табака была тщательно расфасована в 29 мешков. Установлено, что вещество приобреталось в Российской Федерации и незаконно возилось на территорию нашей страны. Владельцем багажа оказался 27-летний гражданин Беларуси. Буквально три месяца назад его уже задерживали пограничники за попытку провести в рейсовом автобусе Москва-Мозырь 120 килограммов некурительного табака. Сейчас молодой человек передан сотрудникам Мозырьского РОВД для дальнейшего разбирательства. 15 машин на летней резине 4 пьяных водителя и 11 случаев в управлении автомобилем без имеющихся на то прав. За прошедшие сутки на дорогах Гомельской области зафиксировано 834 нарушения правил дорожного движения. Среди нарушителей 64 водителя проигнорировали использование ремней безопасности, 65 правил проезда пешеходных переходов. Всего на территории региона за сутки 8 февраля было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. После непродолжительной паузы возобновились матчи открытого чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Жлобинский Металург и Гомель свои встречи проводили на домашних аренах. Столивара принимали у себя солигорский шахтер. Первый период остался за горняками 2-1. На шайбу Никулина и Кулакова Металург ответил точным броском Гайнеддинова. Во второй-третий матч хозяева счет сравняли. Пухловский реализовал булит. Больше в основное время болельщики заброшенных шайб не увидели. На третьей минуте овертайма гости вырвали два очка. Димковский принес победу горнякам. К первому перерыву Гомель в домашнем поединке с Динамо Молодечна был в роли догоняющего. Гости дважды в течение двух минут усилиями Соколовского и Амброжейчика реализовали большинство. Второй период выдался безголевым. А вот в третьем к радости гомельской торсиды хозяева сумели отыграться. Соломонов сначала сократил отставание в счете, а после за три минуты до сирены сравнял цифры на табло. Овертайма для выявления победителя оказалось недостаточно и дело дошло до булитов. И тут спортивная фортуна была на стороне гостей. Единственный точный бросок нанес Динамо Вицкунцевич. В еще одном поединке игрового дня Неман дома обыграл юность 4-1. Завтра Гомель вновь играет на своей площадке в соперниках Шахтер. Металлурка в воскресенье в Минске встречается с юностью. Футбольный клуб Гомель сыграл еще один спарринг. Зелено-белые напомню сейчас проводят учебно-тренировочный сбор на Кипре. Соперником команды Вячеслава Герасченко был Урал из Екатеринбурга. Гомель забил быстрый гол на 12-й минуте отличился Мохаммед Канате. На старте второго тайма Роман Волков счет удвоил. Дальше забивали только футболисты Урала. В течение 20 минут они пять раз поразили ворота зелено-белых. Финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу Урала 5-2. К слову, сейчас в Гомеле на просмотре находятся два футболиста. Один из них Серп Милован Капор. Ранее полузащитник выступал за словацкие клубы Дукла, Шпорт, Виона, а также израильский ХПЛ из Хадеры. Второй потенциальный новичок это украинец Олег Мищенко. В Гомеле пройдет чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытом помещении среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования начинаются завтра. За медали будут бороться атлеты из всех регионов Беларуси. Гомельскую область представляют воспитанники областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дофлимпийским видам спорта. Минск команда очень сильная. Молодежь растет у нас. Надеемся, что мы будем составлять конкуренцию во многих видах. Напомню, что в конце марта в Гомеле пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике среди сурдоспортсменов. В Гомельчане реальные претенденты на медали континентального первенства. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова